Мастер спорта 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 В рамках подготовки тренерских кадров курсы по программе Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза проходят пять наставников. Что такое лицензирование и с чем его, как говорится, едят? Об этом нам рассказал доцент кафедры теории и методики футбола Российского университета физкультуры и спорта молодежи и туризма, кандидат педагогических наук Алексей Орлов. Ну, не знаю, насколько это корректно будет, а я надеюсь, вы правильно поймете. Ну, вот смотрите, ну, не дай бог, у вашего ребенка заболели зубы, ну, не дай бог, да, что-то случилось, да, ну, куда пойдете? Ну, наверное, в какую-то стоматологическую клинику, благо сейчас достаточно много их и так далее, и так далее. Ну, приходите, открываете дверь, заходите, вас встречает врач. Говорит, я, вообще-то, инженер с техническим образованием, ну, всю жизнь мечтал лечить зубы. Вы что, вот ваша реакция какая будет? Да уйду. Вот, вы понимаете, вот, и, наверное, пойдете в какую-то другую клинику, где врач будет иметь высшее медицинское образование. И я прочитаю все лицензии, которые висят. Вот, безусловно, понимаете, а у нас почему-то такой стереотип в нашей стране сложился, что в футболе разбираются все, понимаете, вот все, в футболе, в политике, да, вот, и в медицине, вот у нас все разбираются. Поэтому, мне кажется, что вот лицензирование вот именно в нашем виде спорта позволяет, ну, если так можно сказать, отсечь тех людей, которые, по большому счету, случайно оказались в этой профессии. Пример сильный. Впрочем, у этой стороны медали есть еще одна весьма мощная составляющая. Российский футбольный союз подписал конвенцию о признании тренерских квалификаций УИФА. То есть, мы просто обязаны проводить лицензирование на территории Российской Федерации, да, и присваивать определенные уровни лицензии. И если региональные, областные, краевые, да, какие-то городские федерации проводят соревнования, детско-юношеские, там, любительские, какие угодно, под эгидой своей, да, тренеры обязаны иметь минимум лицензию С. Как и у каждой системы, есть уровни в футболе. Их четыре. Начальная С дает право работать с детскими командами и любительскими клубами. А вот, чтобы играть уже во второй лиге перенства России, тренеру необходима категория Б. И чем дальше, тем выше. Наставники уровня премьер-лиги имеют квалификацию профи. К сожалению, мы в последние годы столкнулись с тем, что мы недополучаем качественных молодых футболистов, которые могут быть конкурентно способны на не только всероссийском уровне, но и тем более на международном. Ну, начали, как бы, выяснять причины этого. Ну, и, собственно, все оказалось на поверхности. Все дело в том, что мы, к сожалению, не можем систематически наладить вот структуру подготовки молодых футболистов. Вроде бы, как у нас есть системы подготовки, многолетние системы подготовки юных футболистов, но, к сожалению, на практике, в регионах, да, мы не можем эти системы реализовать. Нам остается лишь надеяться, что полученные на курсах знаний помогут нашим тренерам найти и воспитать будущих звезд российского и мирового футбола. Страничку единобор сегодня открывают представители тайского бокса в столичном спортивном комплексе «Спартак». Восьмирукие файтеры определили обладателей Кубка Чувашия. Победа воспитанника Республиканской Федерации тайского бокса Романа Никитина на переносе мира этого года принесла неожиданный результат в организационном плане. Для проведения открытого Кубка Чувашии по муай-таю был предоставлен игровой зал городского физкультурно-оздоровительного комплекса «Спартак». Мы вышли на новый качественный уровень соревнований. Это сказалось на количестве участников и качестве поединков. То есть федерация выходит на новый уровень своего развития. Статус открытого розыгрыша Кубка Чувашии заметно добавил конкуренции за места на призовом подиуме. Заявки на участие подали файтеры из Республик Мариэл, Мордовии и Татарстана, Нижегородской, Уляновской и Пензенской областей. Так что в ринге было по-настоящему жарко. На этот турнир мы приехали, потому что он сейчас заключительный в этом году. И просто перед Новым годом хотели еще раз ребят обкатать. Приехали сюда. И кроме того, нашей целью была поддержка чувашской команды. Чем больше народу, тем больше конкуренции и тем более интересен турнир. По просьбе организаторов состав спортивных делегаций из регионов страны включили и судей. Так что принцип файерплей «Честная игра» был соблюден. От команды Нижегородской области в ринге в качестве рефери работала 17-летняя Арина Белкина. По итогам турнира она получила благодарность. Нас же больше интересовало, почему 11-классница Кстовской школы из всех видов спорта выбрала тайский бокс. Это просто мне интересно. Я и действующий спортсмен, и судья. Мне друг другу я дополняю. И ничего плохого этому я не считаю. В моем опыте было, что мне однажды чуть не прилетело в челюсть. Но ничего страшного я в этом не вижу. Почему бы и нет? На Кубке Чуваши состоялось возвращение в строй одного из лидеров прошлых лет, неоднократного призера всероссийских соревнований, воспитанника первой чебоксарской спортшколы Спартака Челябина. Спортсмен в красной форме. Он отслужил срочную службу и все же нашел себе силы спустя год вернуться в рим. И вот золото Кубка Чуваши в финальном поединке, где он легко справился с представителем клуба «Боец» в его кармане. Правда, от интервью чемпион вежливо отказался, сославшись на запрет работодателя. А вот его товарищ по спортшколе, победитель юношеского первенства мира 2018 года, Роман Никитин, он в красной защите, с нами пообщался. В рамках Кубка Чуваши прошло открытое первенство Чебоксар в финале категории до 67 килограммов. Лидеру сборной республики противостоял нижегородский файтер Сергей Галочкин. Как и Роман, воспитанник Арзамасской спортшколы «Звездный» в своем активе имеет золото первенства мира. Так что битва двух чемпионов получилась зрелищной. Правда, победа, несмотря на поддержку чебоксарских болельщиков, досталась спортсмену в синей экипировке. Огорчения нет такого большого, потому что чувствуется разница в весе. Меня подняли на одну из самых выше. Он тоже такой же достойный соперник, тоже чемпион мира. Он молодец. Тем не менее, в битве за главный трофей соревнований Кубок Чуваши победу одержали хозяева турнира. У представителей самообороны без оружия формат турнира хоть и значился как матчевая встреча, однако накалу борьбы за командное перенесо могли позавидовать и состязания рангом повыше. Причиной ажиотажа стал турнир по самбо между воспитанниками специализированных классов 47-й и 2-й чебоксарских школ. Это была первая очная встреча на самбисском ковре пятиклассников двух столичных общеобразовательных школ. Так что помимо тренерского состава и родителей в числе самых активных болельщиков были и директора учебных заведений. Самбо нашей школе занимается уже пять лет. Пять лет назад были открыты кадетские классы и в рамках этих кадетских классов наши ребята занимались самбо. Можно считать, что мы первооткрыватели. Открытие спортивного класса это теперь как объединяющий фактор. У нас теперь общие проблемы, общие победы, нам есть над чем работать, мы сотрудничаем очень трудотворно. Впрочем, за обсуждением проблем директора школ не упускали из внимания нить хода соревнований. Дебют остался за красными. По-жеревьевски в ней выступали учащиеся второй школы. Однако синие из 47-й школы, как говорится, были не лакомжиты. Так что тренерам команд соперниц Андрею Карпунину и Денису Арсентьеву, соответственно, на секунданском стульчике приходилось в прямом смысле вертеться, как на сковороде. И что интересно, это принесло результат. Правда, без помощи родителей не обошлось. И, как оказалось, для многих пап и мам самбо и спорта не чужой. На этом борцовском ковре, в этом зале провел, так скажем, немало часов, много пота, крови здесь же оставили. Также были выездные соревнования. Теперь, благодаря, так скажем, своему опыту, то, что имеется внутри, в душе, так скажем, в разуме, подсказывая своему сыну, выбрали этот путь. Я, к примеру, у папы всегда хотел заниматься самбо и учусь в первом классе. Александр, заявленный весе до 29 килограммов, уступил своему сверстнику из 47-й школы Руслану Шарафуддинову. Тем не менее, команда второй школы сумела победить. Правда, только по качеству проведенных поединков. Счет по окончанию турнира был равным 6-6. Наставники и ученики, конечно же, были расстроены. Кто победой, кто поражением на Тоненького. А вот директора школ были искренне рады такому исходу. И не только наградили своих подопечных, но и не применули сделать фото на память. Эта информация завершает выпуск нашей программы. Традиционная афиша выходных дней поможет найти спортивное состязание по вкусу. Я же с вами прощаюсь. До следующей недели. Всего вам доброго. И занимайтесь спортом. 14 декабря в бассейне Дома здоровья пловцы завершат выяснение отношений в рамках чемпионата первенства Чувашии по плаванию. 15 декабря в республике пройдет единый день здоровья и спорта. 15-16 декабря в Манеже 3-й школы Олимпийского резерва город Новочебоксарск пройдет открытый чемпионат для первенства Чувашии по пауэрлифтингу, дисциплине жим-лежа, а также чемпионат республики по спорту слепых и спортсменов поражением опорно-двигательного аппарата. 16 и 17 декабря в Ледовом дворце Чебоксаро-Арена столичные богатыри в рамках 19-го тура первенства высшей хоккейной лиги принимают своих коллег из города Орска. Субтитры создавал DimaTorzok